Всем привет! Сегодня я буду делать спорт инвентарь, который мало кого оставит равнодушным. Но прежде чем приступить к его изготовлению, мне нужно сделать еще одну полезную самоделку. Это трубогиб для прутка. Так что, друзья, сегодня у нас будет целых две самоделки. Поехали! Материал для первой самоделки я взял из отрезка армейского лома. Теперь эту заготовку нужно обработать на токарном станке, чтобы убрать все неровности. Сверлим отверстие диаметром 10 мм под болт фиксации. Придаем заготовке нужную форму. В данном случае я делаю проточку под профиль 12 прутка. Делаю это переточенным резцом под полукруг. Но теперь растачиваем посадочное под подшипник. Приятно посмотреть за своей работой со стороны. Все ролики уже готовы. И самое время заняться установкой подшипников. Делать я это буду обычным молотком. Так как заниматься с настройками пресса мне попросту лень. Не такая уже это и ответственная деталь. Все подшипники на месте. И теперь можно заняться изготовлением рукоятки, которая будет вращать центральный ролик. Ручку я буду делать из полосы, отрезанной от 45 уголка. Так как шинки в наличии не имеется. И здесь я допустил одну ошибку, установив подшипники перед сваркой. Но так как металл достаточно толстый, мне повезло, пыльники не сгорели. Получилось как-то так. Думаю для данной самоделки сойдет. Размечаем места под отверстия. И со слезами на глазах начинаем сверлить губки тисков. Нарезаем резьбу метчиком М10. Также не забываем периодически его смазывать. Как говорится, не помажешь, не поедешь. Устанавливаем ролики на свои места. Хорошенько все пережимаем. И сейчас будем испытывать данную конструкцию. Кстати, напишите в комментариях, кто уже такое когда-нибудь проделывал на своих тисках. А теперь займемся прокаткой прутка. И так как процесс этот небыстрый, я немного ускорюсь. Совсем забыл, пруток я катаю 12 мм. А пока я катаю кольцо, вы можете поставить лайк, нажать на колокольчик, а также подписаться на канал. Прокатал я только полкруга, и мои болты из строительного магазина попросту не выдержали нагрузку. Узкие согнулись, так как имеют маленькую плотность, это 5,8 мм. Сейчас я заменю болты на более качественные, и мы продолжим. И с хорошими болтами процесс пошел, конечно же, веселей. И чтобы вы потом не говорили, что я вас обманул, этот процесс я вам покажу до конца. Так что терпите, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Осталось совсем чуть-чуть, и я сделал вывод, что 10 мм для этой приспособы это край. Получился вот такой вот довольно ровненький кружок. Осталось совсем чуть-чуть, и я думаю, все вы уже догадались, что же я делаю. Это детское баскетбольное кольцо. Я думаю, ни один ребенок не устоит перед тем, чтобы побросать мячик в кольцо. Да что там ребенок, мы и сами не проще иногда поиграть в эти игры. Давайте же послушаем музычку, и посмотрим, что же у меня получилось. КОНЕЦ И, собственно, вот что у меня получилось. Осталось изготовить сетку. И в этом, я думаю, мне поможет один мой знакомый блогер, которого вы тоже все неплохо знаете. У него довольно-таки неплохо получаются самоделки из веревок. Напишите в комментариях, догадались ли вы, кто же это. Я думаю, ему будет приятно. Друзья, если вам понравились данные самоделки, то поддержите этот видеоролик лайком. Также не забудьте написать в комментарии, что еще полезного можно сделать при помощи данного трубогиба. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить еще более интересные и познавательные видеоролики. На сегодня это все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok